здравствуйте дорогие друзья в эфире программа попутчик в прямом эфире на канале авто плюс меня зовут андрей леонтьев и тема сегодняшнего эфира на самом деле вот такая очень она трогательная бы так сказал потому что вот этой истории столько же лет сколько и мне вот и сегодня у нас в гостях александр сельчепатенко и виклик сеевич чавелев оба заслуженные мастера спорта ссср виклик сеевич четырехпортный чемпион ссср по ралли и кольцевым гонкам и все время был начальником конструкторского бюро спортивно-гоночных автомобилей азлк что касается александр васильевича то начальник центра клуба десав ссср капитан команды ссср и что самое главное имеет отношение к теме сегодняшнего разговора и александр васильевич алексеевич весь участниками ралли марафона лондон-сидней это на самом деле первое такое ну настолько глобальное автомобильное событие автомобильно спортивное событие в котором принимал участие советский союз был выставлен советский союз и представлен своей гоночной командой и вот этими достойными людьми здравствуйте дорогие друзья мы находимся в прямом эфире пользуйтесь уникальнейшей возможностью задать этим вот потрясающим людям вопросы в прямом эфире напомню что вы можете пользоваться и прямым телефоном студия на ваших экранах и sms порталом который тоже находится в вашем распоряжении мы примеруем лучший вопрос в неделе который задается нашими зрителями вот таким комплектом часов от телеканала авто плюс я думаю что сегодня это лишний стимул поскольку вы и так понимаете какая возможность выпала вам дорогим нашим зрителям и с кем вы можете сегодня пообщаться в прямом эфире 40 лет собственно эта тема 40 лет ралли марафону лондон сидней 68 год 24 ноября был дан старт 17 декабря все закончилось так быстро 16 тысяч километров остались позади откуда взялась идея сама вот марафона идея марафона родилась в англии англичан идея а у нас она совершенно случайно я за сказал кто кто узнал сейчас что узнал значит с автоэкспортом нас очень тесная связь было я вот в начале 68 года захожу в автоэкспорт отдел рекламы заместитель начальника отдела дарча и дави вартаны сидит и листает английские газеты он заканчивал академию и английский язык тренировался и он смотрит и мне гора мы с ним друзья слушать саж вот англичане проводят такой марафон вот бы нам участвовать а мы перед этим 67 году очень хорошо выступили в эфиопии поэтому к нам в автоэкспорта была такая доверенность вот возьмешься за это дело я говорю давай будешь деньги платить а мы дать доедем и вот окраивает по серьезному я давай по серьезному я сейчас руководством свяжусь он позвонил дадим сейчас же потому что срок заявки кончался евро и вот я поеду на завод еще уточню насчет людей завода и вот так возникло этот марафон в советском союзе как реклама москвичей как реклама автоэкспорта собственно говоря первый пример такого спонсорства да вот вот в истории у нас еще пример 67 в эфиопии в эфиопии мы там на волга хорошо выступили вот а это второй уже автоэкспорт сообразил что это лучшая реклама и вот так возникло на заводе никаких препятствий не было и директор завода тогда василий улев борисович был давайте давайте и все вот так возникло экипажи сразу были подобраны из была подана заявка оплачено там лунгане ну понятно да и началась подготовка здесь а не было вообще вот сомнений относительно того сможет ли москвич пройти вот это сумасшедшее расстояние тем более что маршрут-то был известен да ведь только часть проходила по европе в общем по нормальным дорогам все остальное же это было когда вы пересекли босфор там дальше неизведанные да абсолютно да абсолютно вот но все равно мы все таки как работники завода верили в свою конструкцию и знали что она может выдержать именно такие тяжелые дороги и поэтому был издан приказ по заводу о том чтобы значит тщательно готовить все узлы и агрегаты для этих автомобилей и поэтому на всех агрегатах там карданный вал коробка передач редуктор заднего моста все ставили сберка что это проверено тщательно для именно марафона и двигатели делали на уфимском моторостроительном заводе туда выехали наши представители азлк они тоже участвовали в подготовке этих двигателей динамометрировали привезли опять на завод все казалось и поэтому были уверены что все таки наша техника не подведет и самое главное что у нас люди были подобраны какая-то на вас сказал именно рукастые могли сами все сделать у нас были на каждом автомобиле полный комплект запчастей на на все случаи жизни и поэтому конечно мы вот верили в то что значит техника нас и наши люди не подведут давайте посмотрим сейчас вот хронику да чтобы наши зрители тоже воскресили себя в памяти кто это помнил кто не не помнил это в силу возраста просто увидел это как это все происходило чем короткий такой ролик да а потом продолжим наш разговор свыше 17 тысяч километров по дорогам трех континентов предстояло преодолеть участникам гигантского авторалии лондон сидней 98 машин из 15 стран готовились к гонке среди них были и 4 москвича их поведут капитан советской команды александр и патенко автоспортсмены эдуард баженов александр терёхин варентин кислых сергей тенишев у на ава юрий лисовский виктор щавелев эмануил лившиц и валерий широченко и вот наконец старт лондоне двинулись в далекий путь форды и citroen и mercedes и porsche с мощными двигателями 200 и более лошадиных сил дошла очередь и наших москвичей едва ли не единственных малолитражек среди всех машин участвующих в соревнованиях советские машины стартовали под номерами седьмым девятнадцатым двадцатым девяносто восьмым в этом авторале не существует разделение машин на класс единственное требование строгий регламент времени за каждую минуту опоздания начисляют штрафное очко и вот уже позади и франца и италия югославия гонщики вступили на землю болгарии тепло приняли советских спортсменов болгарские друзья здесь как и в других странах хорошо известно высокие качества наших москвичей стремительно мчатся участники авторалии по дорогам турции афганистан немало сюрпризов для автогонщиков таилась на его горных дорогах наши москвичи упорно шли вперед индия все четыре москвича достигли бомбея о последнем этапе гонки рассказывает александр ипатенко капитан советской команды организаторы соревнований на последние сутки преподнесли участникам самый тяжелый горный этап этот горный этап сменился пустыней австралийские пыльные пустыни жаркие пустыни с плохим покрытием и вот по очень тяжелому покрытию большим перепадом высот машины должны были двигаться со средней скоростью 100 а то и более километров в час на таком одном из этапов разбился бельгийский гонщик бианки но несмотря на все трудности все четыре москвича оказались сильнее это была сенсация номер один москвичи все пришли в сидней прекрасном состоянии даже было трудно поверить что этот автомобиль прошел столько тысяч километров нам нужно поблагодарить тех людей которые создали этот прекрасный автомобиль рабочих московского завода имени ленинского комсомола уфимских рабочих которые нам дали прекрасный двигатель с этим двигателем мы могли проходить по дорогам со скоростью до 160 километров в час всем им большая благодарность от спортсменов участникам марафона и вам друзья спасибо говорят автозаводцы спортсменам вы счастье пронесли марку москвича по дорогам трех континентов от лондона до сидней ну и мы вам говорим спасибо естественно еще раз тоже ну удивительные вот вот подвижничество да вот честно говоря потому что ну отталкиваясь от реалии современного автоспорта да можно представить себе что было тогда вы действительно почему не было разделения на классы почему автомобили были практически стандартными это первый мера марафон это первое это опытный был организаторы решили проверить и стандартная это реклама реклама такие точно автомобили продавались и вот после этого марафона наши москвичи на родину не возвратились они на автосалонах на крупнейших автосалонах поехали да да и выпуск машины достиг на экспорт 60 процентов главный конструктор друктора дронова александр федорович несколько лет тому назад мы с ним разговаривали по телефону он говорит до 60 процентов москвичей шло на экспорт завода причем экспорт не только там демократические страны в капиталистические страны европу да продавались финальдии москвичи продавались во франции про франции да там жан бог такой продавал эти автомобили чешские наши и когда он нам устроил прием когда мы ехали вот в это время значит за несколько дней булонском лесу ресторане вот он мне говорит если вы один москвич дотащите до средней мишка этот со автомобиль коньяка ваш потом я ему обещание да не мы ему привет и передавал за ним коньяк четыре машины потому что четыре доехали насколько жесткие были действительно тех требований насколько организаторы отслеживали соответствие машин регламенту они по-моему тщательно проверяли в начале чтобы это было все стандартно то есть проверка серьезно было жестко да 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 мы с этим столкнулись в эфиопии растяжку поставили от коробки до поперечины заставили снять это при торможении двигатель не пошел вперед до последней гайки все проверялось все проверялось чтобы не меняли а насколько вообще марафон он сидней можно назвать таким ну элитарным насколько мощный состав участников был как по машинам ну собственно говоря не только были мерседы там porsche тоже выступали да причем это понимаю что заводской поддержкой были porsche и по участникам действительно элита была это вот чемпион европы польский гонщик засада да 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 он чемпионом европы был значит очень сильный гонщик и когда в лондоне накануне старта в английском доме устроили прием и все гадают кто доедет кто не доедет каждого программа есть и первых кто не доедет это москвичей вычеркивают и вот там засада сказал вы ошибаетесь это такие ребята я их знаю а нам с ним приходилось встречаться на других ралли и он советском союзе был и когда там на победе выступал он единственный который предупредил всех что вы с москвичами не шутите понятно но на самом деле действительно ведь было не только эфиопия перед лондон сиднеем на самом деле команда успела накопить кое-какой и завод успел накопить опыт да у нас был опыт 58 года насколько я понимаю советский союз принимал участие в ралли да были же тысячи озер потом замеры дружбу замеры акрополис да и монте-карло да монте-карло дважды монте-карло это был насколько помню москвич 403 до 3 и нам не было стыдно мы рядом стояли на старте с лучшими моделями мира но насколько я понимаю тогда уже было понятно что немножко инфраструктура подготовки команды она все-таки отстает от того что существует в европе насколько я знаю что москвичи же везли на себе практически боевые машины везли резину тогда запасные колеса запчасти нет это не так и все везли но всех сопрождались чем механики и самолетом я знаю по лондон мехико форт вложил 70 миллионов долларов в эту подготовку и в обслуживании и самолетом и машинность а мы только только на свои руки вот я и говорю да что все таки была разница да конечно подготовки и вложений как нам было тяжелее чем им вот я хочу сказать да вы видели когда мы разгрузили эти машины все дни выразили горы запчасти никто не верил что стольком она была вести но с собой ну да почти не пригодилась а скажите пожалуйста какие были может быть я не знаю проблема не проблема но с той же резиной например потому что все таки особенно такая вещь как ралли монте-карло где и асфальтовые участки и снежные участки да и жесткий регламент по резине вот очень тонкая вещь насчет этого я бы больше всех пережил этот вопрос мы резину поставили дон лоповской все-таки нашли резину да 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 я очень внимательно занимался с резиной еще с это монте-карловский играли потому что там нужно на разных этапах резина и значит этот социум мы остановились мы на дон лопе и теперь дальше мы приехали в этот самый лондон нас дон лоп все всем обеспечил так и выдал нам куртки дон лоповский с одной стороны черный изнутри ярко-красный на случай аварии да 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 и сзади надпись дон лопа и сзади надпись дон лопа тут еще другая мысль была у нас что он в ходе гонки дон лоп имеет пункты технической помощи да это ты приезжаешь страну вот в кабул подъезжаешь пункт дон лопа стоит они моментально бросаются тебе меняют резину а кто нам будет меня и уже бесплатно делали бесплатно и все бесплатно один с нами был доблестный товарищ потом его пришлось отправить он успел в день старта он же в москве докладывал что команду фирма дон лоп купила продали сюда все да да этими куртками купила и они повесили значит дон лоп приходим стабул ко мне подходит арк пред вот вам с москвы шифровка нормально ну документ секретный все это снять дон лопа до команда без подписи шифровка снять дон лопа я не хотел нервировать участников молчу в этот самый веран пришли в тегеран торпед приходит вам шифровка снять дон лопа а еще почему потому что на переднем крыле то есть на капоте была надпись дон лопа и 21 час последние известия как там на да 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 и дон лоп читаю на 4 читаю и вот значит такие шифровки я получал значит снять дон лопа кошмар давайте про машину поговорим да значит очевидно что ну на момент подготовки к сиднею вас как бы был зачаточном состоянии только завод строился им выбор был только между москвичом и волгой только только волги вы обкатали в эфиопии волги участвовали сколько я знаю в рале монте-карло но не очень удачно потому что машина была тяжелая две-три минуты вот на резиной были недовольны дисками и вот сейчас показывают каны там все мы там эти каны свалки обходили искали на волги 13-дюймовые диски чтобы уметь увеличить динамику так вот значит выбор был все-таки почему на москвич пал выбор вот по поводу лома на сиднея потому что волгам сделана была реклама в шестьдесят седьмом году следующий москвич и потом новая модель выше только-только это ж пи пи первые экземпляры машины четыреста двенадцатый но даже ли сейчас удивительно да но ведь по сути вот то что мы видим в хронике и то что мы видим на фотографиях да это москвич 408 внешне внешне а двигатели уже 412 там да и кроме того сколько понимаю что там стояла форсированная версия 412 мотора нет 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 мы не могли форсировать по той причине я понимаю да что тех требования были да нет нет даже не так почему ведь была же версия 92-х было предупреждение организатор что на некоторых участках трассы будет отсутствие будет высококтанок бензина и поэтому не могли форсировать двигатель поэтому и самое главное если форсировать двигатель то это уменьшает свою надежность у нас как раз ставка была на то чтобы дойти нам до финиша просто это основная задача была потому что дело в том что я насколько знаю что была версия 92-х сильная же да спортивная версия этого мотора уже к этому времени да но финский за вот очень добросовестно к этому отнесли очень они каждый двигатель 62 часа катали на стенде потом разбирали потом опять собирали сертификат качества был на каждую деталь и вот они нам гарантировали пять тысяч оборотов двигатель будет выдержать больше не перекручите и на полном дросселе мы ну то есть ограничителей у вас не было да естественно электронные только в голове только в уме только я вам тахометр хоть стояли мы на тахометр больше смотрели чем на спидометр естественно конечно да вот четыре пятьсот и все до пяти даже не доходили четыре пятьсот это наши обороты были а сейчас пока наши режиссеры подготовят нам картинку про москвич да вот тоже хронику старую я считал что за основу брались обычные кузова но кузова все-таки усилители вваривались по мере прохождения кузова по конвейеру то так да да то есть кузов все-таки вы усиливали да усилили те места как мы знали которые слабые места это точки крепления рессор так где там передняя подвеска особенно мы обращаем внимание на надежность работы передней подвески так что усиливали верхние и нижние рычаги ставили амортизаторы импортные кони так и поэтому и сзади амортизатор кони стояли поэтому и мало это у нас еще стояли дополнительно бензобаки по 70 литров бензобак и это потом я думаю что это теперь уже не секрет что мы везли с собой еще тетрителовый свинец жидкость который добавляли в бензин поднять немножко октановое число бензина особенно это было в афганистане сам сеть помните да мы приехали на бензин уже у нас кончался бензин мы не могли никак найти бензоколонку нашли какую-то извиняюсь задрипанную колонку в каком-то ауле приехали там бензин был по моему так как по нашим по старым меркам был это бензин а 66 но это то что вот ну в козла можно было заливать победу конечно мы использовали вот этот эту жидкость то есть у нас были специальные рукавицы перчатки резиновые ну да чтобы кружка и поэтому после заправки мы заливали в бак и потом еще обливали бензин бензином перчатку и так мы дальше таким образом вот мы и поэтому форсировать мы не могли ну вот собственно говоря мы сейчас видим да те самые москвичи да и вот чем я так понимаю что практически в начале машина шла по общему конвейеру да абсолютно да но и поспалите те кузова которые к нам участники то есть каждый себе машину черного металла собирал то есть сами пилоты сами экипажи как свою машину да естественно да и так еще с уфимского завода вся обкатка там наши два тени шукислых там все время контролировали это дело понятно а вообще какая была доминирующая задача вот когда уже все было готово когда уже все было готово к отправке когда уже выезжали все-таки доказать что советские автомобили ну как минимум не хуже чем иностранные советские пилоты достойны того что выступает международной арене или все-таки главная задача была проверить москвич и довести до ума как бы серийную модель нет он же был доведен до ума это уже были же внесены потом изменения в конструкцию после это уже больше то есть это главная была политическая задача да ну показать что автомобиль не хуже любого иностранного автомобиля не хуже и потом все-таки инженеры завода конструктора наши заводские все очень интересовались результатами соревнований и всегда проводились совещания на которых мы докладывали о тех поломках которые происходили и какие-то задачи ставились перед конструкторами испытателями в конце концов на производстве чтобы эти неполадки были устроены в серийном производстве как отбирались пилоты и как строились тренировки экипажей имею ввиду подготовка физическая и была ли какая-то тестовая программа автомобилей испытательная программа это очень просто делалось были спартакиады народовой ссср как каждая республика обязана раз в четыре года выставлять команду и в команде должна быть и женщина еще обязательно и каждая республика собирала очки и вот начиная с этих соревнований кто-то проявлялся то в одном месте то другом и никогда это мимо не проходило потому что заключительные соревнования первенства советского союза проводились с участием всех республик и в центральном авто мотоклубе был отдел автомобилей который точно все знал результаты все протоколы у нас были в центральном авто мотоклубе и в нам абсолютно ясно было кто где и уже тренерский совет решал кого брать кого не брать в этом на злк значит был тут тоже самое бюро спортивных испытаний был там чертов роман александрович очень много работал над этим каждый человек у нас был на виду и результаты каждого абсолютно смотрели как он ведет на ипподроме по скользкой на зиме ипподроме рано или поздно ты или проявишь или соревнования каждом мы все знали все буквально все его недостатки поэтому выбор достаточный конкурентов было очень много и вот на сегодняшний день я не могу сказать что мы ошиблись со своей нет очевидного результат показал да победителей не судят да совершенно правильно кто что стоит абсолютно и были такие чемпионы такие очень был один такой национальный герой в этом на злк я помню коломников не горит ну что ж вы его не берете мне отец и мать здесь это знаешь как он я не хочу назовывать он потом заслуженный стал и он ко мне приходит почему вы не берете меня я говорю потому что когда ты будешь команду любить больше чем себя вот тогда ты поедешь почему ты не выполняешь вот ты был там генерал у нас шевченко возглавлял эти делать генерала не слушать а я вас буду слушать отдых когда будет слушать и последний тур европы я его уже учил состав а что касается тестовую программы автомобилей то есть уже готовые автомобили как вы обкатывали как вы смотрели правильно вы приняли решение по тем или иным комплектующим допустим узлам ну обкаткой как таковой уже мы были просто такие выезды обкаточные а дело в том что все двигатели были уже обкатаны на стендах да и же были опробованы и коробки передач и редуктора заднего моста поэтому все было уже готов то есть мы просто таки делали контрольные выезды как таковых дальних каких пробегах уже не делали понятно как была встречна советская команда когда она приехала в лондон но также как вы смотрели с пекина олимпийский только у нас елка в шереметьево стояла и под елкой полно шампанского стояла и пол половина завода была здесь и ждали это новогодняя ночь на 31 на 1 это вы когда прилетели уже как бы с победой вы прилетели добра а я говорю когда вы приехали в лондон только как вы там были встречены ну там скепсис на на наши на нас смотрели что это не конкуренты вот только засада предупредил ну да торжественное заседание это такое значит и он там значит сказал выгод москвичей не вычеркивайте с какими трудностями уже вы столкнулись после старта вот буквально на первых тысячах километров трудности может быть которых вы не предполагали да потому что понятно что для всех это было новое и все нюансы было просчитать невозможно тут я уже наверное можно напомнить об амортизаторах а может у нас ну основное что работает как говорится так напряженно амортизаторы поэтому поставили амортизатор кони производства голландии и а так как автомобиль у нас загружен был и мало того еще у нас впереди автомобиль на передней части автомобиля была как мы называли антикенгурова решетка она тоже добавляла вес на переднюю подвеску и поэтому амортизатор выходили из строя и когда были у нас и запасные амортизаторы потом мы запасные использовали и когда мы уже погрузились на корабль чусан в бомбее плыли в течение там недели до австралии то мы такие грустные были и вот мы собрались а что нужно все в один голос амортизаторы как мы на корабле в индийском океане так и я посылаю телеграмму это было в субботу точно с борта корабля прямо с борта голландия фирма кони больше я ничего не знаю телеграмму попрошу обеспечить советскую команду амортизатором практически деревне дедушки да без адреса без субботу субботу утром 8 утра по радио передают значит господин и патинка зайдите в радиорубку 8 утра а телеграмма в субботу я подымаюсь с голландии ответ амортизаторы будут вас ждать в перде городе куда мы приплывали да самолетом их естественно не это там видов фишки вас будет в порту ждать амортизаторы вот такая оперативность фирмы чтобы не потерять свою часть в порту разгружаемся я смотрю никого нет предстоит поехали в гостиницу но всем чемоданы стук дверь вот я с фирмы кони значит амортизаторы в эту порту там много народа было мы не смогли вам значит сюда прямо привезли вот с вещами вошли да да вот оперативность фирмы кони что здорово а вообще какие участки дороги запомнились больше всего участки маршрута австралии австралии в афганистане кабул сараби вот это был там на другой день старая императорская дорога вот я сейчас когда смотрю хроника вот это ущелье где где там наши воевали солдаты солдаты я еще и дико говорю вот тут бы один пулемет поставить поэтому усилий никто не пройдет вот то есть настолько было сложное покрытие то есть не покрытие дороги это был просто битый щебень щебень и повороты были настолько крутые что автомобиль в один радиус не мог сделать поворот то есть приходилось маневрировать давать назад она называла старая императорская дорога был там установлен приз за лучшее время кто покажет на этом участке но кто-то получил но такой приз был именно на этом на одном всего участке 16 тысяч километров ну да а в остальном вы просто ехали по графику вам нужно было соблюдать регулярность график какой вот с этого с ирана значит до кабула стихи ран до кабула там 2400 километров там бесконтрольный но там среднее 110 или 106 ну понятно скорость большая потом населенные пункты переход границы все это еще никто не сбрасывал не сбрасывал да извините у нас звонок просто вопрос у зрителей есть здравствуйте как вас зовут откуда вы здравствуйте павел из москвы очень приятно слушаем вас давно смотрю ваш канал вот мне очень приятно что все-таки специалисты азлк пришли такой вопрос с чего все-таки был какие-то ваши разработки легли в основу модели москвич 21 41 и пути такая машина получилась немножечко сырая извините ради бога простите нас пожалуйста мы к этой теме обязательно вернемся в другом эфире у нас сегодня эфир посвящен ралли марафону 40-летию ралли марафона лондон сидней ради бога извините нас но правда мы вопросы принимаем только по теме сейчас потому что очень тема интересная и у нас действительно удивительные гости понимаете поэтому мы говорим сейчас на эту тему если у вас есть вопрос по этой теме по москвичу 408-412 да то не вопрос как вела себя техника вот на что вы обращали внимание прежде всего и кроме амортизаторов какие еще проблемы были вот были какие-то здесь характерные отказы характерно были вот у нас было на нашем автомобиле был такая проблема что это мы впервые столкнулись с такими тяжелыми условиями дорожными условиями и мы пробивали масляный картер масляный картер был отлит из алюминиевого сплава и поэтому при таких больших скоростях и трамплинных прыжках то есть картер масляный доставал уровня земли и лопался и приходилось нам менять картера карта заменить это не так просто это надо или вывешивать двигатель снимать его словно поднимать или снимать переднюю подвеску вот мы меняли с как раз моим напарником миша лившин мы меняли через подвеску то есть мы двигатель оставался на месте а снимали переднюю подвеску меняли картер и продолжали дальше движение в условиях да происходило это все во время гонки то есть мы получали штрафные очки за опоздание на контрольный пункт а уже в следующем марафоне лондон-мехик который был там уже сделал учитывая это все уже делали стальные стальные картера то есть делали из стали сваривали шайба была такая которая менял то есть эти вот мы таким образом мы значит у нас были стальные и я с андроновым главным конструктором начали стальные он мне будет там теплая дача там пустыня стальные будет перегреваться двигатель и потом мы тоже хлебнули вас брали да ты мне дал картер мы в австралии ровная дорога и волнистые мы идем так на 120 машины прыгать на наш не тяжелая и кулаком подвески значит посмотри да да не пробег она лопнул трещинка посмотрели эльзом получите ряки дает течет и мы думали или долевать или менять а еще три тысячи впереди три тысячи и вот решили вы уехали а мы самые последние потому что в австралии все наоборот те кто были в лондоне первые идут последние австралии да да мидера вас догоняли фактически нет нет это по номерам по по номерам на старт 98 года этих пустили первые а я семерка значит я уже предпоследний в конце и уже взял картер у них вы выезжаете и вот жарище свыше 42 домкрата я это нужно было вывесить и менять значит этот картер в этой же жаре потерять все время вот вестница 2 домкрата и с этим картером я еще могу добавить такой случай когда мы вернулись после лондон теннея то у главного конструктора санфер андронова было совещание и когда мы сказали что вот какие были дефекты я им привел вот такой пример это пробитие картера он говорит на виктор ну ты же конструктор попробуй прорисуй и покажи как это можно делать и александр федорович на чертежах на на кульмане это не изобразишь если вы разрешите я вам найду такой скоростной участок где можно будет при приземлении картером достать уровне земли то есть на этом вопрос был исчерпан на звонок здравствуйте как вас зовут откуда вы добрый день здравствуйте юрий галкурт из латвия очень приятно слушаем вас вы знаете в первую очередь хочу выразить огромное уважение к этим людям потому что я сам в общем-то по профессии автомеханик и всю жизнь занимаюсь машинами и сам ездил на москвичеческой 112 спасибо представляю с какими трудностями столкнулись при поездке вот я в заключении хотел бы задать такой технический вопрос на каком масле вы ехали на моторном за ней какой фирмы маслом на масле мы ехали шел на шеле ехали и только мы знали что кастроль лучше но кастроль не тех странах не во всех странах был да сервис и к кастролю нельзя добавлять другие масла а к шеллу можно любое было добавить масло поэтому мы решили ехать на шеле а вот на лондон сидней уже втором 20 через 25 лет в 1993 году мы уже ехали на кастроли да но уже и другой кастроли просто про про юбилейную гонку про право тут через 25 лет я хотел просто чуть попозже поговорить потому что сейчас интересно про ту про первую гонку значит нам сколько участников доехало до сиднея помимо вас естественно вы в полном составе москвичевская команда но сколько сходов было команд было двенадцать в полном составе только четыре доехала до да то есть можно себе представить с участников значит сколько 96 стартовал 98 98 98 а финишировала по моему 56 ну вот так я это я так понимаю что это вот медаль сделаны уже памятная медаль сделано завод завод и их только 10 штук сделано и все 10 10 членов экипажей было и вот такие медали нам все вручили уже на заводе отковал завод отковал завод ну вот имена еще и витрия ксичу они не как каждой имены самая высшая награда среди всех наград до реликвии действительно вот тогда конечно были ну завод завод заводы которые участвовали подготовки автомобилей тоже нам преподнесли подарки например уфимский мотор строительный завод нам всем подарил может быть это сейчас кажется странным но электро бритвы у меня до сих пор она цела электро бритва там такая монограмма написано участнику марафона лондон сидны таком-таком-то от уфимского мотора строительного завода и вот еще памятные знаки которые вручались так понимаю всем финишировавшим да ну хотя на самом деле это это все равно победа потому что проехать вот эту это проехать нереально конечно да с такой скоростью средней и на той технике конечно это это подвиг просто поэтому по сути это в общем золотая медаль я повторю что вы уже вначале сказали нам говорили это нужно с ума сойти ну вы дальше турции на москвичей не проедете вот моя руководство это вышло с ума сошли ни в коем случае как вас встречали в москве ну вот олимпийца так и надо это новогодняя ночь это с 31 на 1 мы летели самолетом из джакарты такими путями мы добирались из седнея в джакарте был уже ну как раньше была такая установка что советские люди должны любыми путями выбраться на кратчайший путь к аэрофлоту качайший путь был у нас из джакарты поэтому прилетели в джакарту прилетали советский самолет куда самолет прилетали ил-18 мы летели и уже от джакарты мы летели был там его не было два двое суток мы там жили в гостинице ждали самолеты потом как раз мы были на берегу океана увидели что летит наш самолет надо и поэтому мы на этом самолете вы летели и были конечно мы конечно все ждали нового года и летели с экипажем такие были уже дружеские отношения то есть мы спрашивали где мы сейчас пролетаем он мы пролетаем по-моему что четыре или пять новых годов то есть вы летели и первые в ташкенте мы пролетали на ташкентом первых вторых на выход на да а в это время на заводе уже были организованы автомобили каждому каждой семье или жене был выдан при прикреплен автомобиль с водителем для поездки в шереметьево так и были до сих пор талончик есть талон на посадку на на в автобус для встречи участников барафона лондон-сиднея и поэтому когда мы прилетели только в шереметьево открылись двери самолета то нас встречал снегурочка с деда морозом и мы спустились по трапу пришли а там уже в зале новогодняя ночь люди должны были показалось быть ну дома дома они 3 часа ночи 3 часа ночи да и поэтому там встречали шампанский был самая памятная новогодняя ночь на самом деле не только у вас но и у тех кто вас встречал да звонок здравствуйте как вас зовут откуда вы это я здравствуйте андрей здравствуйте хотел бы задать вопрос ветеранам из санкт-петербург михаил очень приятно обсуждали вот вопрос картера масляного железного или алюминиевого несколько раз начиная водить автомобиль москвич попадал в такую ситуацию при эксплуатации на сельских дорогах между объемной передней балкой и масляным картером двигателя попадает небольшой камешек возникает ну такая непредсказуемая вибрация от которой просто вот не знаешь куда деваться что у тебя дрожит что куда как залезаешь под машину не видишь и только вот опытные уже люди потом говорили но показывали этот камушек и говорят держи студент не возникало ли у этих заслуженных людей при эксплуатации вот таких машин в таких тяжелых условиях такой ситуации когда вот не было таких вот необъяснимых вибрации я лично сам с этим два раза стал понятно спасибо большое спасибо большое вам ну у нас на автомобилях стоят как всегда и до сих пор стоят специальные листы защиты картера и передние подвески поэтому но сначала мы не знали этого и даже иногда ставили из магниевого сплава такие листы и скрила я думаю получались пожары и поэтому перешли стали уже делать или стальными или из алюминия и титановые все были я вот попробую все эти вопросы которые возникают по эксплуатации да у нас и здесь вот наш краснодарского края тоже спрашивает зритель какие разработки использовались после создания гоночного автомобиля после вот москвичей в стандартных автомобилях да насколько я понимаю это значит в руках уникальная ксерокопия с уникального документа это перечень неисправностей имевших место на автомобилях москвич во время рай лондон сидней где-то неисправности всего четыре где-то как на машине юрий лисовского их аж 16 было выявлено и где-то вот сам выключение четвертой передачи течь смазки через сальник трещины стекла это значит жесткость да естественно поломка винтов крепления воздухоочистители вибрации кардонного вала и так далее так далее так далее какие выводы были сделаны все-таки по конструкции машины ведь исследовали потом вот эти проблемы и были внесены какие-то изменения в уже конвейерные машины в стандарт вот вы как раз рассчитывайте те перечень неисправности которые каждый экипаж составлял и именно эти все неисправности потом обсуждались на совещаниях и в исследовательских бюро в конструкторское бюро и вносились соответствующие изменения ну например знали что с тормозами у нас дело было плохо то есть колодки надо было при переходили на диск тормоза сцепление у нас тоже подводила нас наше пружинное сцепление поэтому перешли потом на диафрагминное сцепление боркбек то есть вот такие вещи которые значит позволяли именно совершенствовать серийную продукцию на заводе так она совершенствовалась или это реальная была работа сцепление тормоза все же это все было учтено все вот это это не просто отчет который лег в стол это потом все было учтено именно с руководством завода в основном это конструкторские испытательские кадры которые были на заводе они вот это всегда ждали от нас результатов и насколько я помню не было такого чтобы мы предложили а нам отвергнута такого не было такого не было что касается вот я смотрю с каким удовольствием листают эти старые вещи всегда это автоэкспорт автоэкспортовский буклет да после вот финиша понятно что продажи москвича после этого выросли очевидно продукции шло на экспорт 75 стран очевидная история 75 стран но почему же тогда уже в семидесятых годах все пошло вниз вот почему не был использован тот гигантский потенциал та замечательная история с двумя марафонами для того чтобы дальше раскручивать москвич и дальше вина завода это уже решалась по повыше по центре и поближе к центру москве потом появился уже автомобиль жигули лада поэтому это уже поэтому мы на соревнованиях конкурентом был автомобиль жигули и поэтому нам приходилось но как заложен автомобиль наш по конструкции он более надежный но в то же время более тяжелый и поэтому мы старались компенсировать мощность двигателя ну мощностью двигателя чтобы как-то подобраться к тем результатам которые показывали на автомобилях жигули звонок здравствуйте как вас зовут откуда вы алло алло здравствуйте добрый вечер как вас зовут откуда вы сергей из москвы очень приятно сергей я хотел бы благодарить вас во первых за то что пригласили таких интересных людей у меня вот вопрос уважаемым ветеранам скажите пожалуйста вот вы наверное интересуетесь новостями авто жизни марками автомобилей вот если бы вам предстояло заново сейчас проехать такой путь какую машину какую марку вы бы выбрали отличный вопрос и прошу редакторов взять на заметку я бы например все таки на москвиче поехал потому что в снова потому что я больше сорока лет проработал на заводе и кроме соревнований как на москвиче не принимал участие мало этого и всегда у меня автомобиль был именно москвич и сегодня даже и даже сегодня рода 41 модели но все равно москвич потому что своими руками можно все сделать там же нет по дороге станции обслуживаю вот вы приедете но и сейчас откроет капот он же не знает и не видит где что уже совсем другая другая автомобильная жизнь но вы же поехали на москвиче снова через 25 лет да вот расскажите об этом втором ралли который проходил в общем я вот покажу просто нашим зрителям это вот медаль участника аккредитация крысить и лицензия сейчас показали мы это уже так и лицензия гоночная федерация автомобильного спорта до ссср да как получилось так что вы попали на второй юбилейный ралли то есть уже организаторы вас приглашали эту же альсан васильевич организаторы приглашали легенды я пока буду листать просто дорожную книгу легенду дорожную книгу это моя рукописная это ваша работа рукописная значит всем участникам которые в первом марафоне всем прислали значит приглашение приглашение для участия но уже время такое кто будет платить и все и совершенно случайно фирма долбиша вот мы заплатим мы будем участвовать и все уже поплатила фирма долбиша то есть он оплатил да оплатил его две вступительный взнос до да 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 вступительный инстаграм строил автомобили на ижевском автомобильном заводе машины были сделаны все таки к твой это был ижевский но москвич да 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 но значит а точно либо было повторено машина или все-таки это был уже нет 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 это было не точно было было одно из условий который ставил перед участниками что внешне внешне машина Автомобиль должен быть такой, как был в 68-м году. А в Ижевске такие автомобили не выпускались. Поэтому я по просьбе Александра Васильевича составил технические требования к этому автомобилю. Он записал в том числе, что решетка должна быть под четыре фары. Две, как на Ижевском автомобиле. Да, да, да. Четыре фары. Но хромированные тоже. Надо было менять задние фонари, двери. На вертикальные, да? Да, да. Двери, потому что ручки у этого автомобиля были. Ну, а внутри мы уже, конечно, тут пошли по вопросу форсирования. То есть у нас стояли двигатели. Поставили мы туда два сдвоенных карбюратора «Вебер». Коробки передач мы поставили от ВАЗа пятиступенчатые. То есть совершенно уже другой карданный вал был. Вот основные такие требования, которые были выполнены Ижевским заводом. И мы все-таки, так как был все-таки «Москвич», это никакая не подделка. А «Москвич» ижевского производства, так везде и говорили. Поэтому мы на этих автомобилях и поехали. И вот когда проще была дорога? Когда было комфортнее ехать? Все-таки первый раз или второй? Ну, второй раз было комфортнее ехать по той причине, что все-таки за это время я, например, участвовал и в марафоне «Лондон-Мехико». Так, и в других здесь внутрисоюзных соревнованиях. И поэтому опыт, конечно, сказывался на том, что, значит, уже, ну, меньше я переживал, уже более спокойно вел себя и вот с документацией и так дальше. И потом, значит, если на первом марафоне мы составляли легенду сами, то есть вот Ава, участник был он экипажа, он проехал австралийскую часть, составил легенду. А на марафоне в 93-м году уже нам давали… Ну, мы показали нашим зрителям ноутбук, да. Да, дороже легенду официальную. Но мало того, что мы, к несчастью, не владели языками. И поэтому за 30 минут до старта каждому участнику выдавали карты, чтобы никто не мог пройти, предположим, узнать особенности этого предстоящего маршрута. А Александр Васильевич договорился так, чтобы нам, не владеющим языком, выдавали за час. И поэтому был у нас переводчик, который нам успевал, значит, в легенде вносить… То есть на русский язык переводил то, что там было написано по-английски. И вот в этой легенде, как раз там вы можете посмотреть, там были участки такие, которые именно повторялись 1968 года. То есть там даже был такой текст специальный, что данный участок был в марафоне Лондон-Сиднея 1968 года. Потому что организатор был участником… Да, Ник Бриттон был участником в 68-м году, а здесь он был уже организатором. Он приезжал в Москву. Да. Мы с ним летали в Ульяновск на авиационный завод. Вот эти большие Русланы. Вот там договаривались на счет второго яруса… Чтобы машину загонять, перевозить. …пятьдесят пять машин вместить в этот Антей. И договорились. Тогда вот я с ним вдвоем был на Ульяновском заводе. И договорились, Ульяновск подготовил две машины, два самолета. Если первый раз нас кораблем с Бомбея, то этот раз мы самолетом летели с Турции в Индию, в Дели, потом гонка по Индии, а потом с Бомбея летели до Перта самолетом. А сколько участников было во втором ралли, и насколько меньше их было, чем в первом? Ну, во-первых, там ветераны в основном, участники были ветераны. А потом, я не знаю, по-моему, это с деньгами было связано. Потому что при мне за самолеты Бриттон подписал доллар, 355 тысяч долларов он платил за самолеты. По-моему, это ограничило. То, что сейчас возрождается история российского ралли, советского ралли, то, что сейчас строятся реплики тех самых машин, которые участвовали и в Лондон-Сиднеи, и в Лондон-Мехико, замечательно. Что, с вашей точки зрения, ничего не хватает сейчас для того, чтобы это осталось в памяти? Энтузиазма только. Только энтузиазм. То есть даже не денег, а просто энтузиазм. А о деньгах никому вообще мысли не было. Присвиж завода были, вот это может быть сейчас дико кажется, но мы переживали за завод. Это у нас что-то родное. Что-то родное. Вот где я не работал, 50 лет моих связано с заводом. Вот в 1949 году я пришел на этот завод, и до полного развала я какие-то связи имел. И с генеральными директорами, и с главным конструктором Андроновым, который два года тому назад умер. Уже у него за 90-то было. Мы еженедельно долго разговаривали по телефону о всех делах. Что и почему. Спасибо вам огромное. Спасибо, что с нами поговорили. Вы уделили нам целый час времени, потому что незаметно пролетел, кстати. Да, но это очень важно, потому что мы должны помнить об этом. Мы должны помнить о тех действительно героических событиях, с моей точки зрения, пусть громких слов, которые были у нас в истории нашего автоспорта, в истории нашей страны и в истории нашего автопрома. Дорогие друзья, у нас в гостях были Александр Васильевич Ипатенко и Виктор Алексеевич Щавелев, оба заслуженные мастера спорта, оба участники ралли-марафона «Лондон-Сидней», о котором мы сегодня говорили в честь 40-летия старта этого самого замечательного события. А еще я хочу сказать большое спасибо Александру Кириллову, который пригласил сегодня наших ветеранов сюда к нам в студию и который сейчас активно поддерживает ту самую историю советского ралли и строит замечательные реплики гомочных автомобилей. Спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами на канале Автоплюс. У вас ждет еще много интересного. Автоплюс.